трава косилка не газонокосилка принципиальная разница приветствую вас на канале империи инструмента сегодня мы находимся на выставке она же обучение для дилеров компании Husqvarna заводилась эта машина первый раз в понедельник была получена дорога еще свеженький дека сделана из качественной стали покраска специально специальная покраска для того чтобы работать в таких условиях как работают газонокосилки колеса на двойных подшипниках идут регулировка высоты кошения одним рычагом можете потом сами попробовать всю эту технику поработать по звуку всего лишь 81 дБ здесь уже привод на передние колеса кому понравится задний кому-то бери черепаха и заяц вот это и есть управление травокосилка без травосборника 200 серия 56 сантиметров ширина кошения с это самоход буковка п на двигатель как обозначает двигатель и пушкарный он готов к работе ребята уже активно тестят погнали и мы тоже примем участие в тестировании каждой техники представлены сегодня все саня теперь снимать будем итак друзья давайте мы проверим насколько хорошо покажем на практике насколько хорошо заводится техника кускварная но как минимум колесная данная модель предназначена для покоса высокой травы 56 подкачек зажимаем давайте немножко пробежимся по травокосилке значит регулировку высоты кошения у нас происходит следующим образом да то есть мы зажимаем клавишу да и собственно она у нас ходит да такая своего рода независимая подвеска тем самым она позволяет вам на ходу менять варианты кошения следующая модель данная модель у нас не оснащена травосборником и в принципе не предусматривает его да то есть косилка предназначена для только кошения и выброс в бок это наверное коммунальным службам будет более интересно да то есть а здесь внимание шепчет шептала у нас моделька 140 сп но она прям маленькая хороша для маленьких участков там где нужно много маневров где нужно маневрировать между вашими грядками клумбами и так далее самоходная буковка п как говорил сотрудник Husqvarna означает о том что не требуется подкачивать праймер вы также обратили внимание праймером я пользовался на только на травокосилке с которой установлен двигатели yamaha на то есть на всех остальных установлен штатный двигатель компании Husqvarna об этом сигнализирует буковка п то есть который не требует подготовки к запуску двигателя в виде праймера подкачивать и так далее да то есть здесь банально зажали клавишу дернули ручку и как показал на примере все отлично заводится все отлично работает так друзья сейчас увидели как мы протестили модельку Husqvarna rsi 320 т.с. модель нас полноприводная является у нас райдером сначала мы выжимаем тормоз до заводим здесь у нас вперед далее что нужно знать для того что перед тем как мы начинаем косить мы подъехали к месту покоса мы включаем включаем полные обороты увеличиваем максимальные обороты далее запускаем декор итак с газон и косинками закончились у нас приглашают на следующий пост на следующем посту будут цепные пилы воздуходувы тревер я вас хотел познакомить с инструментом который называется для травокошения потому что не все участки вот такие ровные есть самый главный критерий как настроить вот эту ременную оснастку чтобы вот эта пластина и это не были на одной линии это раз а вот теперь вот кто-то есть повыше да а кто-то еще и пониже берем руку палец большой делаем вот так находим у себя косточку и и вот этот крюк он должен быть на расстоянии индивидуального пальца пальцев у каждого свой когда-то мы начинали только с шведской сборки и все что делать в швеции но потом все разъехалось в разные страны и самая массовая сейчас продукция производится японии разработана в японии и выпускаются в японии и вот модель 226р самый ну такой вот типичный представитель почему потому что как только она заводится я всегда говорю это шепот другая планета а какие преимущества у компании у скварна а мы говорим мы можем и на железках объяснить и с точки зрения реального результата вылет 46 сантиметров она ходят в три раза больше бак самый большой 0,6 литра а мотор а мотор самый экономичный равных ей нет я свою работу сделаю быстрее чем все в этом классе производителя компания компания в любом сегменте какой ни возьми самый большой нож самый экономичный двигатель и это значит что будет самая большая производитель модель модель у нас 143r r2 оснащен диском для густой поросли так ну в принципе видели сами данный агрегат способен перерубать кустарник и при этом даже собственно не напрягается двигатель не захлебывается силы хватает а у данной модели вал стоит жесткий да то есть такая пика и будет служить долгой верой и правдой металлическая сетка и пользователь это вот держите на левой перчатке защита от пореза бензопилой модель 555 3,1 киловатт металл полностью рассчитаны на 1500 моточасов электроника которая руководит всем ни у кого у конкурентов ни у немцев ни у японцев такой модели нет итак друзья дошли мы до третьего поста на третьем посту у нас роботы газонокосилки а сейчас представитель компании Husqvarna Константин представлено пять ключевых продаваемых моделей первое самое на что нужно обратить внимание при подборе газонокосилки робота на самом деле это участок трава не выше десяти сантиметров в идеале не выше шести сантиметров это отсутствие сильных выбоин ям кротових нор и так далее то есть это должен быть участок с газоном а что касается непосредственно когда мы уже подходим к выбору моделей то первый самый критерий это площадь второй критерий это наличие каких-то труднодоступных мест наличие препятствий и его так скажем структура самым таким базовым начальным вариантом ему будет служить модель Husqvarna Automover 105 она автоматически скашивает газон после падения заряда аккумулятора возвращаться на зарядную станцию где заряжается после чего снова автоматически возвращается на газон то есть это модель для таких самых простых правильных форм площадью до 4-5 соток если мы говорим о газоне когда может быть те же самые 2-3-4 сотки но при этом у человека уже горки препятствия узкие проходы клумбы которые нужно объезжать здесь уже более серьезный агрегат это модель 305 она рассчитана примерно на ту же площадь но уже имеет возможность справляться с гораздо более сложными газонами объемом до плюс на нее как и на все остальные модели можно подключить приложение которое вам позволит управлять с телефона 105 нет это базовая модель мало того она ищет зарядную станцию только по одному пути то есть только по направлять уже можно комбинировать она может искать станцию разными пути так ресурс примерно тот же да что и на тот же ресурс абсолютно да также эта модель уже оснащена погодным таймером который автоматически подстраивает режим кошения под скорость роста травы модель 315 из названия уже следует 1 5 то есть это квадратура полторы тысячи метров квадратных это уже 15 соток автомобиль 315 x похож на 315 отличается значком x что такое значок x он уже благодаря системе gps навигации строит виртуальную карту участка и в тех местах где он проводил больше времени он там сейчас проводит меньше времени и проводит больше времени там где он меньше всего статью если вот этими двумя моделями как я вам говорил можно управлять через приложение но эта технология bluetooth то есть это выимушать 30 метров 30 метров до до участка должен ходить абсолютно то с помощью моделей максовые модели позволяет вам скачать вот это же самое приложение управлять из любой точки мира где у вас связи абсолютно и так ну и 5 на сегодняшний день 5 на сегодняшний день такая самая флагманская модель в нашей линейке не по площади а именно по своему дизайну и работоспособности это первая газонокосилка робот husqvarna полноприводная она имеет полный привод и она предназначена для участков серьезными уклонами до 70 процентов на передней части установлены ножи да то есть и колеса задней части у нас идет как толкач да 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 для того чтобы усилить силу тяги да то есть сделали итак друзья подошло к завершению наша сегодняшняя на выставка но для нас это было обучение для вас это нам было больше как выставка также вы сегодня видели газонокосилки бензиновые аккумуляторные райдер был покатались на райдере покатили косилками ну в общем что я хочу сказать надеюсь что для вас в сегодняшний ролик был полезный с вами сегодня был антон не забывайте подписываться ставить лайк писать свои комментарии ждем вас следующего года